За пару месяцев улица Зычоева в Карабулаке преобразилась до неузнаваемости. Здесь уложили асфальт в два слоя. Пешеходный тротуар, полностью обновлены разметки. Протяженность дороги 533 метра. Благоустроить участок удалось благодаря программе «Комфортная городская среда». По итогам голосования жителей улицу включили в список объектов благоустройства и здесь начали ремонт. Работы у нас начинались в апреле месяца текущего года. На данное время работы полностью завершены. Помимо укладки асфальта провели уличное освещение. Установили скамейки и урны. Эту улицу можно считать одной из самых оживленных. Местные жители всегда переживали за безопасность, особенно в темное время. Теперь же этот вопрос в прошлом. Позитив большой. Не только эта улица, а несколько улиц сегодня идет полным ходом. Создание нового облика городов и сельских поселений, обновление общественных пространств и повышение комфорта, безопасности и удобства жизни граждан. С такой целью пять лет назад был запущен федеральный проект формирования комфортной городской среды, входящий в национальный проект «Жилье и городская среда». С тех пор на глазах у жителей Карбулака благоустроено 44 городских объекта. Из них 35 общественных и 9 дворовых территорий. Мы основной акцент делаем, чтобы были благоприятные условия для пешеходов. В основном эти зоны, которые прилегают к общеобразовательным учреждениям и социальным объектам. Соответственно, при проведении рейтинг-голосований, при включении данных объектов в список рейтинг-голосований, при рассмотрении на общественной комиссии, в основном акцент делается именно на те территории, где у нас расположены социальные объекты. Всего за время реализации нацпроекта по стране преобразилось более 65 тысяч объектов городской инфраструктуры, 27 тысяч общественных пространств и 37 тысяч дворовых территорий. Работа в рамках проекта продолжается. Уже в 2025 году в Карбулаке благоустроят еще 4 территории, согласно выбранным дизайн-проектам. Напомню, что реализация федеральной программы позволит улучшить качество городской среды к 2030 году. В полтора раза основная задача – дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории нашей страны. Малика Измайлова, Молдгири Ахильгов, Магаз 24.